Самая обсуждаемая тема этой недели – взрывной рост по статистике по коронавирусу. Только с понедельника в округе ковид подтвердили почти у 8 тысяч югорчан. ПЦР-лаборатории работают в две смены. За сутки проводят больше 10 тысяч исследований. Всему виной омикронштамм, говорят специалисты. Он заразнее штамма дельта. При этом врачи отмечают минимальность тяжелых случаев. О том, как югорские медики справляются с возросшей нагрузкой, и кто приходит им на помощь, узнала моя коллега Виктория Редькина. Температура есть? ПЦР положительный от какого числа у вас? Нефтьюганск, окружная клиническая больница. Регистраторы получают больше полутысячи звонков в сутки. И это только по взрослому населению. Телефон ежеминутно звонит. Только мы трубку ложим, даже там гудков нет. Если берешь, там уже дозвонились, получается. Эта волна как бы прямо чувствуется. Урай. Похожая ситуация и в городской больнице. Чтобы операторы успевали обрабатывать все обращения в срок, здесь усилили работу колл-центра. С учетом того, что раньше операторов у нас работало в колл-центре 5 человек одномоментно, сейчас мы их увеличили до 11. Изменили формат работы, добавили номера телефонов. Дополнительно еще интеграция работы с телефоном 122 в части приема вызовов. В Сургут здесь и вовсе установили ковидный рекорд. Медики скорой помощи приняли 1063 вызова. И это всего за 24 часа. Конечно, напряжение колоссальное. Работают все медицинские работники с очень-очень большим напряжением. И количество вызовов врача на дом, количество обращений в фильтр-боксы, в приемные отделения городских и районных больниц, оно резко возросло. Мы к этому готовы. У нас есть запас лекарственных препаратов, у нас есть модернизированная служба кислородного снабжения больниц. В Нижневартовск здесь тоже рекордные цифры. Только в понедельник врачи детской больницы приняли 1370 вызовов. Обращения обрабатывали до глубокой ночи. Число детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 увеличилось в 5 раз. Коронавирусом болеют больше полутысячи детей Нижневартовска. В том числе 17 малышей до года и семеро тех, которым не исполнилось и 6 месяцев. Мы отмечаем, что практически все дети, 98% переносят заболевания в легкой форме, получают амбулаторное лечение. Лекарственными препаратами, если мы говорим про больных коронавирусной инфекцией, обеспечиваются и предоставляются для лечения на дому, мы обеспечены на ближайшие 2-3 месяца без перебойной работы. Так как школьники находятся сейчас на дистанционном обучении, то в поликлинику были привлечены все сотрудники наши, работники образовательных школ, которые также включились в работу. Эта ситуация многому научила нас самих, как быстро оперативно перераспределять свои ресурсы, как усиливать участковую службу поликлиники. У нас сейчас удлинено время работы наших фильтрбоксов. Кроме того, в субботу, в воскресенье у нас организована работа фильтрбоксов и обслуживание вызовов и в субботу, и в воскресенье, и в течение всей недели. С понедельника у нас наш амбулаторный центр КТ переведен в круглосуточный режим работы 24 часа 7 дней в неделю. В Ханты-Мансийск на помощь врачам окружной клинической больницы пришли студенты и ординаторы медицинской академии. Для приема пациентов с ОРВИ открыли два кабинета. В инфекционном корпусе и Центре здоровья увеличили и количество принимающих бригад. Работают в две смены и без выходных. Усилена работа выездных бригад при наблюдении пациентов на дому. У нас на сегодня 28 бригад. Туда входят и участковые терапевты, и участковые педиатры, фельдшеры. Среди бригад есть врачи-узские специалисты. У нас есть два онколога, один сердечно-сосудистый хирург, один нейрохирург. Все специалисты прошли обучение по коронавирусной инфекции. В современных реалиях медики могут поставить диагноз коронавирус всего за 24 часа. Раньше на это тратили в два раза больше времени. Чтобы вы понимали, лаборанту нужно сначала идентифицировать биоматериал, передать пробы в зону выделения, и только потом, возможно, будет определить наличие или отсутствие ковида в пробах. Максимально упрощает работу современная техника. То, что специалистам приходилось делать вручную, сейчас доверяют роботам. Он все делает сам. Единственное, что у нас идет ручная загрузка непосредственно групп пациентов и реагентов. Все остальное он делает полностью автоматизированной системой. Из-за пандемии еще в 2020 году в Югре модернизировали ПЦР-лаборатории. Сейчас в округе их 16. Все входят в единую региональную службу. Как показала практика, умная техника помогает специалистам в разы сократить сроки ожидания результатов. Сейчас за 24 часа в округе могут обработать больше 10 тысяч тестов. Все зависит действительно от нагрузки, от поступившего биоматериала. И в соответствии с этим уже работодатели, главные врачи и вообще руководство медицинских организаций, они уже вместе со специалистами лаборатории определяют их график работы. Если будут потребности в работе в круглосуточном режиме, то это вполне возможно на сегодняшний день. Чтобы победить ковид, югорские медики готовы работать круглосуточно и без выходных. Исследовать тесты, дежурить в стационарах, выезжать на вызовы, доставлять лекарства и отвечать на звонки в колл-центрах. Жители округа просят просто беречь себя и своих близких. Виктория Редькина, Анна Шуркеевич, Регина Гауфа, Лев Рыжков, Федор Тюменцев и Евгений Лоскутников. При поддержке телерадиокомпании «Юганск» и телерадиокомпании «Спектр» специально для программы «Больше чем новости».